Воскресным вечером 72-летняя жительница Новочебоксарска возвращалась с привычной дорогой домой. Было еще не поздно, в районе 7 часов, но пенсионерку насторожило поведение одного из прохожих, о чем она сообщила племяннице по телефону. Под племянницу звоню, что-то мне говорю, что-то не нравится один, говорю, какой-то мужчина, черный, говорю, какой-то черной куртки одетый, говорю, какой-то кепки в вязаном таком, то идет, то стоит, то опять останавливается. Я говорю, я пошла бегом домой быстрее, говорю, и вот только минуты, две прошло, наверное, я пошла уже вниз спускаться начала, уже все, мне по башке. Крики пострадавшей привлекли внимание прохожих. Молодые люди довели женщину до ближайшей скамейки, вызвали скорую и полицию. Горожанка находилась в шоковом состоянии, но ее поразило, насколько четко и слаженно действовали подъехавшие полицейские. Не прошло и нескольких минут, как оперативники нашли сумку, которую преступник выбросил в соседнем дворе. Стражи порядка предугадали и возможный маршрут злоумышленника. Опытный патрульный Николай Прохоров вычислил его на остановке общественного транспорта в 400 метрах от места преступления. Сзади куртка была испачкана, сам водит был опрятный, а сзади куртка испачкана. И когда он поднимался, я заметил наколки на руке. Подозреваемый запрыгнул в маршрутку, но патрульный не отставал. Я за ним вышел, и он сразу начал убегать. В ходе задержания у него с кармана выпал документ у этой потерпевшей. Я посмотрел на фотографии, и сразу подумал, что это он. Вместе с напарником они задержали подозреваемого и доставили в отделение. При досмотре задержанного были изъяты и другие вещи пострадавшей. Даже шоколадка, которую тот вместе с ценностями прихватил из сумки пенсионерки. Эксперты обнаружили на плитке отпечатки пальцев 52-летнего жителя Волгоградской области. Но, несмотря на все улики, мужчина отрицает свою причастность к грабежу. Я вообще не знаю, где они эти вещи нашли, где они их увидели, где они были. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Учитывая все обстоятельства, следствие пришло к выводу, что оставлять на свободе данного гражданина нецелесообразно. В связи с тем, что он совершил тяжкое преступление, кроме того, он ранее судимый. На территории Чувашской республики не имеет постоянного места жительства, зарегистрировано в Волгоградской области. В связи с этим, да, мы вышли за сходотайством об избрании меры причины в виде заключения под стражу. Суд нас поддержал. Пострадавшая жительница Новочебоксарска проходит экспертизу. Травмы, которые нанес нападавший, для женщины с ограниченными возможностями по слуху могут быть особенно опасны. Но, по словам горожанки, она была настолько впечатлена работой полиции, что даже забывала о боли. Я очень благодарна следователя Сергеева. Я их бригаду даже еще не знаю, как по фамилии. Вот я и полицейским. Вот эти бригады очень благодарны. Вот если бы не они, мне бы ничего не нашли. Мне все нашли в сумке. И мне было все. Паспорт, самые главные документы. И было это сотовое. И я инвалид, инвалидная карта там. До суда житель Волгоградской области будет находиться в следственном изоляторе. Проводится необходимое мероприятие.